Телевизионный отряд кроведов, следопытов, хасавюртов в учебных заведениях города начали проводить работу о женщинах-хронтовиках, которые внесли свой вклад в победу над вермахтом фашистской Германии в Великой Отечественной войне. По работам мы ведем по всей России, возобновили и по Крыму. Очень благодарны бывают нашим сообщениям на местах, потому что такой работы, как в Токсе, в Тагестане, нигде нет. Это единственная такая форма работы по геройко-патриотическому интернациональному воспитанию. Пропаганды подвигов участников Великой Отечественной войны, партизан, тружеников тыла. Мы в эти дни проводим мероприятия в разных местах. Вот в четвертой школе прошли, в двенадцатой школе мы были, в шестнадцатой школе были. В своих письмах в разные места мы сообщаем о тех, кто там родился, жил, потом выехали, и на местах о них не все знают. Недавно мы получили книгу из города Сургут «Воспоминания фронтовиков» участников Великой Отечественной войны 76-го отдельного баталона в Лос, воздушное наблюдение, оповещение и связь. В ходе поиска этих мероприятий мы много интересных эпизодов выявили. Например, оказывается, у слепых людей очень хорошо развито, у многих слух развит. И вот их выводили на передовую, они там сидели, и как только появлялся звук самолета, сообщали военские части, военкоматы, штабы партизан о том, что появляется самолет. Даже такие инвалиды внесли свой вклад в Великую Отечественную войну. Своим вот таким трудом они внесли свою лепту в победу. В этой книге есть данные о наших земляках, хасавюртовцах, которых мы используем на своих мероприятиях. Одна из них – Константиновна Ираида Никифоровна, которая родилась в Хасавюрте, окончила железнодорожную школу, Нина школа номер два, уехала на фронт и своими успехами радовала командование. Про нее здесь рассказ есть, и мы пропагандируем ее. Хочу рассказать также о других, которые были в Хасавюрте. Вот одна из них, Петченко, лечилась здесь, Любовь Константиновна, потом она стала как Година. Она вспоминала, как лечилась Иваку Госпиталя 18-07 в нашем городе, поздравляла с праздниками, со служивок, отмечала подвиги их. Она сама после госпиталя уехала и жила там в Сургуте, но здесь забывала город. Она писала о том, как они служили у селения Элхотово в Северной Осетии, как они там выполняли свои боевые задания. И Любовь Константиновна Година, потом она стала, как я сказал, Петченко, написала стихи. Эти стихи мы используем тоже на своих мероприятиях. Хочу сказать также о других женщинах. Накануне праздника 8 марта мы проводили много мероприятий, пропагандируя подвиги этих женщин. Они добрыми словами вспоминали Хасавюрт. Много лет жила у нас и работала в Гаркоме партии Смирнова Елена Александровна. Она была тоже в числе 980 девушек, комсомолок Дагестана, которые уехали на фронт, написав заявление, добившись, чтобы их призвали. Это уникальный случай тоже, когда с одной республики с полутора миллионным населением около тысячи девушек уехали на фронт как доброволки. Смирнова Елена Александровна похоронена в Хасавюрте. Она не забыта. И мы выступаем садатайством, чтобы ее память увеличили, присвоив к улице имя. Тамара Николаевна поранена. Потом она стала Шибина. Родилась в 1923 году. Ей в этом году исполнилось бы 95 лет. Она училась в Хасавюрте. И тоже 12 апреля 1942 года в числе доброволок уехала на фронт и с наградами вернулась. Прошла славный боевой путь по Северному Кавказу. Воюя. Александра Анисимовна Конакова тоже одна из них. Я работал на концернном заводе одно время. Она тоже была там. Помню, как она шествовала над молодыми комсомолцами, только что принявшими. Выполняла огромную общественную работу. Потом она уехала, но родной город не забывала, писала. Мы ее помним тоже. Конакова Александра Анисимовна навсегда осталась в истории Хасавюрта. Также хочу рассказать о Колесниковой Вере Николаевне. Она тоже жила в Хасавюрте, потом уехала, но не забывала о том, где прошли ее некоторые годы жизни. Среди тех, кто отличился в нашем городе, много других фронтовиков, на будущих передачах мы о ней скажем, но некоторые из женщин погибли в Великой Отечественной войне. Одна из них, Винниченко Валентина Климентьевна. Она родилась на Украине, но с родителями была в Хасавюрте, родители ее были медики, и она стала лейтенантом медицинской службы, разведчицей в Крыму у отряда партизан «Сокол» Омсбон отделного мотострелкового баталона особого назначения. Много лет назад мы были на встрече с ветеранами Омсбон в Москве на пленуме Совета ветеранов этого мы выступили, рассказали как мы чтим подвиги Вениченко Валентина Климентьевна. Как разведчицу помним, как медицинскую сестру помним, как спортсменку помним. На конных соревнованиях в Буйнашке она завоевала приз кинжал и этот приз сейчас хранится в музее Омсбон в Москве. Это подразделение относится к комитету госпезапасности. Когда фашисты пытали ее, чтобы она рассказала секреты военные, она отказывалась, ее мучили и улучшил момент, она повесилась, лишь бы даже в таком случае тайны не выдать фашистам. в Симферополе очень рады были нашим сообщениям. Они тоже сейчас возрождают память о войнах, подвиги их пропагандируют и ее имя будет внесено в книгу памяти Симферополя. Книги памяти Крыму сейчас готовят тоже. Другая наша землячка, которая тоже отдала свою жизнь за родину, Дегтяр Анна Андреевна. Она родилась в Краснодарском крае, была сам инструктором на фронте, была ранена, умерла в Запорожской области. на ее родине в Краснодарском крае, в Старо-Шербиновском, тоже были очень рады нашим сообщениям, что мы помним его, что мы не забыли эту женщину, которая отдала свою жизнь на фронтах Великой Отечественной войны. Лебедова, Дольникова, Лидия Павловна, уроженка Белоруссии. Но работала в Хасайюрте, из Хасайюрта призвана на фронт и погибла 6 декабря 43-м году, похоронена в городе Санкт-Петербург на Серафимовичском кладбище. Мы в Санкт-Петербург сами тоже имеем связи, сообщаем о наших делах, о наших поисках, и они очень удивляются и радуются, что мы такую работу выполняем у себя. Женщина, участница войны, это очень почетная миссия, поэтому мы их не забываем. мы выясняем сохранность могил воинов, мы выясняем, как на местах чтят наших землячек, как там пропагандируют их подвиги и получаем в ответ восторженные отклики, что мы напомнили им о них. Следы тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, совершал подвиги, была Мусаева изумрудила Триповна, медик, врач, которая прошла фронтовые дороги, была блокада Ленинграда, потом оказалась в Нижнем Новгороде, оттуда ее призвали, прошла боевые дороги по Великой Отечественной войне по Смоленской области в том числе. В годы Великой Отечественной войны Хасаеврты были госпитали, местные жители и наши медики делали все, чтобы вылечить раненых боях или заболевших Одна из санитарок госпиталя 1807 из Ростова на Дону писала нам Туркина Клавдия Яковлевна, что один боец, которому хотели ампутировать госпиталь и ногу, отказывался, сказал, кому я без ноги нужен, я еще хочу воевать, поэтому просил врачей сохранить ногу. Ему сказали, что нужен ухаживающий человек и Клавдия Яковлевна решила сама ухаживать за ним и она давала кровь, она приносила продукты и сумели этому бойцу сохранить ногу Рыжкову. Она просила найти его, сказала, что он жил в Украине, но мы в ходе поиска выяснили, что он потом переехал в Белоруссию, там жил, работал и был очень рад, что через много лет та медсестра его разыскивает и они начали переписку друг с другом. Среди тех, кто была в Хасавюрте, была и Покрышкина Мария Кузьминична. Ее муж служил у Махачкали около селения Манась, и она по пути на свою часть оказалась несколько дней в Хасавюрте, и после войны она специально проезжала эти места, вспоминая то, место, где она служила. Там Манась, она познакомилась с Покрышкиным, потом создали семью, и она добрым словом вспоминала Хасавюрт, об этом пишет она в книге. Амусаевы, изумруд латиповны, теперь знают тоже в медицинских учреждениях города, в медицинских колледжах, ее заслуги пропагандируются и в аграрно-экономическом колледже, и в городе Хасавюрте, в других местах. Немало наших землячек вернулись в Великую Отечественную войну, выполнив свой долг. Хоть их нет с нами, но они тоже не забыть, они всегда с нами. Одна из них Абдразакова Лидия Исуповна, уроженка Хасавюрта, на фронте была связисткой. На ее груди для праздника мы видели орден, медали. Работала она на Хасавюртовском концерном заводе, пользовалась большим уважением и почетом. Гулеватая Антонина Павловна работала на почте. Она была уроженкой Киевской области, но волей судьбы оказалась в Хасавюрте. Служила в Забайкале, на Дальнем Востоке, воевала с японцами. После войны, работая на почте, она тоже отличилась и жители Хасавюрта очень ее уважали. Хочу сказать о Гугиевой Тамаре Андреевне, врач нашей больнице. Она тоже была на войне с Японией. На одной встрече она рассказала, что оказывается, японцы готовили использовать против советской армии биологическое бактерийское оружие массового уничтожения. Но наша разведка узнала об этом, приняли меры. То место, где эти бактерии, микробы разрабатывались, было окружено, персонал арестован японский и потом и прививку делали воинам. Она говорит, что благодаря этому никто из советских воинов не заболел, но сами японские работники этого места заболели и наши врачи лечили их от своих же негуманных действий по использованию биологического оружия. Гугиева Тамара Андреевна после войны очень большую патриотическую работу проводила тоже мы ее помним вспоминаем Дробишева Лидия Алексеевна тоже участница войны волей судьбы оказалась Хасавюрте сержант медицинской службы прошла славные боевые дороги прошла она успешную работу и в больницах Хасавюрта сама она из Курской области призвана Бабайуртовским военкоматом но жила работала в Хасавюрте часто она рассказывала о муже Дробишева Дмитрия Степановича уроженца Воронежской области с которым встретились на фронте и создали семью он имеет высшую награду США встречался с американцами на фронте он тоже похоронен Хасавюрте их могиле рядом мы их помним родственники хотя уехали из Хасавюрта но иногда приезжают годы Великой Отечественной войны в Хасавюрте в здании где ДГУ был интернат туда привезли детей из блокадного Ленинграда после прорыва блокады часть детей оказалась в Хасавюрте татский писатель Хызгил Авшаломов искал этих людей нескольких нашел и встречался с Ершовой Марией Федоровной сама она родинка Вологодской области была блокада Ленинграда и после войны работала жила в Хасавюрте осталась была кондуктором на автобусе и ее тоже мы помним ее тоже мы не забыли хочу отметить другого медика Кабардиева Шахрузат Измутиновна добровольно уйдя на фронт в 1942 году она работала в городе Подолске в госпитале которая потом была и в Хасавюрте работала она после войны в общепите она была на фронте и ранена и она вспоминала о тех дагестанцах которые после войны оказались фронтовиками в Хасавюрте она за ними ухаживала касаемо за теми кто одиноко был в Хасавюрте живет Киушина Земфира Клементьевна она уроженка Крыма Джанкойской район селения Счастливцева но это селение сейчас когда мы узнавали знают земляки сказали что Джанкойский район остался в Крыму но селение Счастливцева передали Украине и их район разбили на части и ее родина сейчас оказалась на Украине но Джанкойцы ее чтят совет ветерану Джанковского района в нашем материале о ней используют в своей работе она была рядовой зенитчицей живет в Хасавюрте много лет работала в кирпичном заводе коллекционного Наталья Андреевна уроженца Полтавской области Украины но перед войной жила в Хасавюрте отсюда уехала рядовая война после войны работала в больнице мы ее помним мы ее чтим мы ее не забыли она осталась навсегда в истории нашего города Конакова Александра Нисимовна выполняла огромную общественную работу в Хасавюрте она встречалась с молодежью на концерном заводе очень много мероприятий проводились тоже отдельно вообще раньше наши предприятия учреждения выполняли большую работу были клубы в клубах проводили встречи с ветеранами руководство города ценило эту работу учреждений тоже и сейчас тоже я предлагаю на 9 мая организовать колонну предприятий учреждений города некоторые не участвуют хотя бы общую колонну надо говори о празднике 8 марта мы поздравляем всех женщин города которые позитивным своим жизнью показывают пример молодежи хочу поздравить Дибирову Розу Нашбуддиновну Хочу поздравить также тех кто большую работу выполняет в городе в школе номер 4 в наших мероприятиях участвует Хочу поздравить тех кто помогает ветеранам среди них женщины из магазина торгового дома Нурбуртунай из магазина Восток которые обращение Совета ветеранов не оставляют без внимания и которые участвуют ветеранов своими возможностями про гимназии номер 10 сказка Давутова Лайла Гаруновна Сулейманова Гульнара Алифдиновна проводят большую работу их тоже поздравляю с праздником они рады были слышать подвиги этих женщин директор 12 Магомедова Патемент Гаджия заслуживает всякой похвали она тоже проводит большую военно-патриотическую работу поздравляем Попова 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 Элина Далировна живет в Хасаюрте Аделханова Санюма Анукадировна живет в Хасаюрте они заслуженные учительницы Дагестана и России выполняли огромную патриотическую работу их тоже поздравляем с наступающим праздником много лет работала в больнице Хасаюрте Пискунова Наталья Тимофеевна а в годы войны она была санитаркой госпиталя 1807 она как-то сказала что она не проходит как участница войны мы стали обращаться сами и через военкомат чтобы засчитали ее как участница Великой Отечественной войны как фронтовую как в фронтовом госпитале была и через повторные запросы получили документ что она является участницей Великой Отечественной войны госпитал где она служила относилась к фронтовой она стала как ветеран войны получать лготы и была очень рада что ей присвоили статус ветерана войны и когда она уезжала с Хасавюрта она со слезами на глазах прощалась потому что привыкла к нашему городу Сердукова Людов Васильевна тоже хронтовичка она работала в городе много лет она родилась в Волгоградской области но рядовая война стала Хасавюртовкой и ее почтим ее помним ей как и Смирнова Елена Александровна в этом году исполнилось бы тоже 95 лет сама Елена Александровна родилась в городе Тихвин Ленинградской области туда мы писали тоже о том что она здесь что когда осталась одинокой за ней ухаживала молодежь и соседям она была благодарна не забыта тоже Елена Александровна Соболева Любовь Васильевна уехала в город Буденновск потом но много лет жила в Хасавюрте работала у нас прошла Северокавказский фронт и стала под Хасавюрте нашей уважаемой женщиной Сослякова Нина Кирилловна тоже 23 года она родилась с Рене Покровской нашего района была телефонисткой в частях противовоздушной обороны со званием Ефрейтор вернулась войны она в Хасавюрте пользуется тоже почетом уважением хотя ее нет с нами Чернова Екатерина Петровна уроженца Краснодарского края приехала в Хасавюрт здесь жила работала и выполняла большую общественную работу Черноусова Анна Сергеевна тоже уроженка Краснодарского края она как-то рассказала когда спросили ее молодые ребята наши молодежь как она сказала Краснодарский край был разграблен фашистами там было очень трудно жить много домов разрушено целыми редко где осталось эти дома и она приехала в Хасавюрт здесь ей дали комнату здесь ей дали работу и она очень была благодарна Хасавюртовцам за эту заботу Чечерина Мария Павловна родилась в 1918 году в Саратовской области призвана на фронт из Ставрополя и тоже потом оказалась Хасавюрта тоже здесь ей дали комнату здесь ей дали работу и она была очень рада о заботе которую оказывает местная власть о фронтовиках и была очень рада что молодежь помнит подвиги воинов Ягудина за мной Хафисовна родилась в Астрахани но перед войной была в Хасавюрте отсюда нашим военкоматом призвана много лет она жила в Хасавюрте была очень рада родственникам она писала о том что ей здесь все хватает что о ней заботятся и мы тоже помним ее молодежь наша следует по ее боевому пути по ее заветам по заветам хронтовиков которые завещали беречь нам родину и в связи с этим хочу сказать что в этом году две девушки Хасавюрта пожелали поступить в военные учебные заведения девушек принимают сейчас некоторые военные учебные заведения в том числе военно-москово флота авиационные Краснодар тоже в этом году приняли первую группу девушек военные авиационные училища высшие мы написали им подравление с этим и написали такие слова что если раньше песни пели парни юноши первым делом первым делом самолеты ну а девушки а девушки потом теперь они будут петь по-другому эту песню первым делом первым делом самолеты ну а юноши а юноши потом хочу отметить также большую работу которую проводят по пропаганде подвигов женщин под колледжи аграрно-экономическом колледже школах города 14 школах города 6 2 школах 18 12 16 16 13 сейчас гимназии номер 3 и такие мероприятия на которых я бывал получают высокую оценку и в штабе ТОКС Махачкала потому что Буйназский район и город Хасавюрт ТОКС целиком полностью обращение администрации нашей в прошлом году было принято генерал Муртазалиев команды ТОКС сказал что если раньше один Буйназский район был коллективный член ТОКС теперь коллективным членом является и город Хасавюрт и на мероприятиях своих мы недавно говорили о Аванесовой Марии Харитоновне славной партизанке которая испытала тягот и лишения но не сдалась и была в больнице на работе когда она на встречах с молодежью рассказывала со слезами в глазах слушала ее рассказы о тех лишениях трудностях которые испытали и партизаны и в тылу дети даже девочки подростки работали помогая фронту чем могли и партизаны заслуживают всякого уважения после войны она много лет жила в Муцалауле но она на мероприятие в Хасаюрт обязательно приезжала когда позволяла здоровье она участвовала на митингах победы выступала и а а а а а а а а а пользуется большим уважением и в муцалауле и в городе когда мы пишем о таких мероприятиях что чтим подвиги женщин во многих местах удивлялись что у нас в городе проводится такая работа как и в всем Дагестане что есть телевидение которое снимает передачи пропагандирует также мы посылаем всегда наши газеты которые публикуют наши материалы мы посылаем размножая на ксерокопии делов в разные местах России и Дагестана и очень бывает рады что у нас эта работа проводится что она поддержана руководителями учебных заведений что она поддержана руководством города и получаем в ответ благодарственные письма недавно наш ТОКС получил благодарственное письмо из Крыма они эту работу несколько лет возобновили краеведческую патриотическую получили грамоту из Хасанской школы Приморского края они были так восхищены что такая работа проводится в Хасаюрте в том числе по участникам Хасанской битвы и несколько героев Советского Союза которые там участвовали на войне с Японией сто лет назад то есть 80 лет назад в 1438 году у озера Хасан они раньше не знали и были очень рады депутат Государственной Думы Уммахана Уммахан прислал благодарственное письмо за нашу работу мы ему посылали свои книги свои газеты публикации о делах Токс он остался тоже доволен сказал наш опыт он распространил по Государственной Думе фракции Единая Россия потому что такая работа заслуживает внимания о том что мы эту работу проводим мы пишем и руководство России приемная президента председателя правительства тоже отвечает нам что наши вопросы направлены для дальнейшего решения в разные органы книги наши кстати тоже от Токс есть в библиотеке руководства страны за что мы получили тоже благодарственное письмо за эту работу которую проводим активно умело плодотворно эффективно и наш пример для других тоже является образцом периодическими пишем письма в разные места месяц не менее 50 писем направляются в разные места и студенты активисты Токс школьники увлечены этой работой они интересуются этим поэтому опыт их надо тоже в штаб Токс все что вы проводите просим сообщить что мы могли и дальше эту работу пропагандировать в конце апреля в Махачкале пройдет очередной слет Токс ас-Аюртовцы там участвуют кроме нас еще 10 школа мы готовы принимать и другие школы только они должны подтвердить своей работой что они делают документально не просто там заверенный печатной школе какую-то справку а переписку с регионами проведенные мероприятия публикации в прессе выступления по телевидению в газетах материалы то есть чтобы это было не слова а дела некоторые фотографии значит дают нам они тоже важны мы их тоже используем посылаем разные места недавно Махачкале организовали вместо центра детско-юнического туризма и краеведения организовали малую академию наук при Министерстве образования и науки дагестана краеведение относится в их ведение недавно было Махачкале совещание малой академии наук там тоже наш опыт оценили потому что публикации таких как у нас ни у кого больше не было и дагестанский совет ветеранов по итогам 2017 года наши публикации в газетах высоко оценили приняли к сведению поощрили нас грамотой и сказали что лучшие из них они войдут в книгу дагестанского совета ветеранов а книга будет распространена по всей России тоже прошлые книги тоже опыт хасаверта был включен очень отрадно что администрация города улицам дают имена фронтовиков участников великой отечественной войны например одна из улиц восточного поселка андийского микрорайона была названа именем Абдусалама Угарейхана участника великой отечественной войны в орденоносцах и именами вот таких женщин тоже надо назвать улицы потому что у нас в городе очень много новых микрорайонов и квартальные должны обращаться с этими вопросами чтобы имена фронтовичек дали участникам очень этим улицам города участники войны чтобы не были забыты а близлежащие школы средне специальные учебные заведения должны о них материалы иметь собрать и заслуги пропагандировать оформить стенты витрины их именами названы улицы хасавюрта четвертая школа готовится к 95-летию Зои Космодемьянской когда-то эта школьная дружина носила ее имя и сейчас тоже объявлен год 2018 году волонтеров а поисковая работа тоже относится к волонтерской и им надо через это движение пропагандировать подвиги Зои Космодемьянской вспомнить ее и волонтерскому движению школы дать ее имя раньше если была пионерская дружина именно сейчас возобновить как волонтерская работа и в городе эта работа идет на плохом уровне но хотелось бы пожелать чтобы еще более активно все учебные заведения включились в эту работу в том числе краеведческую и президент не зря объявил 2018 2018 год потому что невежда эта работа и в России проводится вот был случай когда мы были в Москве некоторые не знали даже где находится Дагестан плохо знают географию а далеко ли от Афганистана далеко ли от Пакистана узбекистана спрашивали вот и мы написали президенту что необходимо возобновить клуб интернациональной дружбы знаменитые киды были в советское время мы помним как Хасавюрт приезжали из высшей комсомольской школы в Москве африканские студенты молодые ребята которые которые с радостью встречали в Хасавюрте и которые были рады что у нас есть кид под училищем был музей клуб интернациональной дружбы где были материалы о встрече с этими африканцами к нам приезжали болгарские кубинские студенты а сирийские студенты приезжали были встречи к сожалению все те материалы первый год развала Советского союза были выброшены на свалку к чему мы конечно очень были злы выражали свое недовольство теми кто это сделал но работу возобновить можно потому что клуб интернациональной дружбы годы Каспийской есть они проводят большую и патриотическую и интернациональную работу в газете Орленок Тагестана их опыт тоже пропагандируется и мы кое-что пишем туда вот они обращаются к учебным заведениям города чтобы им написали о своих патриотических интернациональных делах 17 школа это хорошо проводит их статьи там бывают поэтому газета Орленок обращается чтобы им писали больше и 18 школа несколько статей опубликовала детские детские школьники что своим опытом поделились при редакции Орленок есть школа юных корреспондентов они они часто приглашают на мероприятия к сожалению а советовцы там не участвуют хотя приглашение получали связанные с финансированием не все решались но когда узнали некоторые родители что они послали бы своих детей туда то за свой счет даже вот они не знали поэтому не послали а встреча была межрегиональная и там были очень много гостей с разных мест и вот из города Шахты я получил письмо что прочитали наш материал в газете и были очень рады что такая работа проводится да и мы сами эту газету Орленок пропагандируем но удивительное дело я был в нескольких школах и там кипами лежат эти газеты дети их подписали учителя родители подписали в адрес школе а они до детей не доходят я даже сказал что в следующий раз увижу я подниму этот вопрос на совещании ну зачем их держать кучи значит где-то в кладах когда дети ждут их хотят получить и читать в заключение хочу поздравить также с праздником 8 марта 7-й бек класс школы номер 4 девочек восьмого класса школы номер двенадцать и работать в телевидении гелиос они тоже своим трудом эти девушки всегда находятся на передовой линии воспитания пропаганды успехов города их тоже поздравляю с наступающим праздником 8 марта также всех гостей женщин города с праздником город поздравляю в Хасаюрте очень много торгующих на рынках из Азербайджана или приехавших работать и когда я сказал что у нас очень много азербайджанцев похоронены на братской могиле они проявили интерес к ним и решили некоторые их фамилии выяснить а вдруг родственники и так далее также с других мест у нас приезжают с Грузией тоже у нас бывает много которые по торгам и другим делам приезжают к грузинам тоже много похороненных в Хасаюрте всего хорошего всем спасибо за внимание